Философия Платона Мои беглые замечания по поводу философии Платона, они на самом деле являются расхожими мнениями о Платоне при более глубоком и тщательном изучении источников, а именно обращении к самому греческому тексту. В общем-то пришлось заняться этим в силу того, что переводы оказались неудовлетворительными во многих отношениях, хотя я не могу сказать, что я хорошо владею греческим языком, но вот мое владение греческого языка и опора на те существующие переводы достаточно для того, чтобы в принципе разобраться с терминами, разобраться с самим диалогом. Я вот решил, что будет важным в нашем исследовании, в нашем движении, для того, чтобы восстановить смысл того, что представляет собой античная философия как некая единая схема, если такая схема существует. Необходимо вот такую ключевую фигуру как Платон разобрать, а прежде всего его диалог применить, поскольку в этом диалоге, как читают многие исследователи, высказывается его учение об идеях, которые многие считают центральной философией Платона. Для начала следует сказать, что в переводах оказалось недовлетворительным. Прежде всего, у Платоновской диалоги нет вещей, нет такого слова как вещь, и, собственно, вместо вещей есть два термина. Вот термин, я буду писать греческие термины, но для того, чтобы соответствовать подлиннику и для того, чтобы донести настоящий смысл диалога. Это поля и панта. Поля – это множественное число от существительного, которое означает многочисленный, а панта – это существительное, означающее весь, всё. И панта – это, опять же, множественное число среднего рода от прилагательного, означающее всё. В общем-то, иначе говоря, эти два термина указывают на некое множество, то, что можно было бы сказать в нашем, переводя, как многое. И когда Платон хочет указать на нечто одно из этого много, он вводит каждый из многих. Вот у него очень часто, как бы во всём диалоге, постоянно встречается это выражение. Оно будет звучать так – «гэкастом». Например, «гэкастом», «тон», «паллян». Это будет означать «каждый из многих». Или там у него, например, если речь идёт о многих эйдесах, да, «гэкастом», «тон», «эйдон». Или, допустим, когда речь идёт о многих мыслях, опять же, «гэкастом», да, но каждый раз повторяется, «гэкастом», «тон», «ноэматом». Всё я это делаю не для того, чтобы показать, что я знаю греческий язык, да, а всё это, вся эта вот греческая терминала я нужна для того, чтобы разобраться с тем, что представляет свою собственную Платон. Ну, как бы, то, что я здесь пишу, здесь нет ничего особенного, да, как бы, в принципе, можно понять, те выражения, которые я строю, как бы, можно понять из словаря, да, просто обратиться к словарю и понять. Ну, как бы, здесь, на самом деле, «тон» — это родительный падеж множественного числа, как бы, «гэкастом», каждая из многих, каждая из идей, каждая из мыслей, да, и, собственно, у него фигурирует всякий раз множество именно в таком, в таком, в таких выражениях, да, вот, когда он хочет указать на нечто одно из этого множества, он говорит их «гэкастом». Это первое замечание. Причем, что интересно, почему нельзя переводить «поля» или «панта» или «гэкастом», «тон», «пален», соответственно, да, почему нельзя переводить как вещь. Дело в том, что, если мы обратимся к диалогу, и когда речь заходит у Сократа с парименидом о том, что представляют собой идесы, то выясняется, что идесами, да, которые отделяются от вещей, должны быть отделены и рассмотрены отдельно от вещей, как бы, ну, я просто здесь опираюсь на перевод, который есть. Когда, надо правильно было сказать, когда идесы отделяются от многих, да, то у нас, как бы, есть два порядка идеса. Вот, во-первых, чувственно-воспринимаемый порядок, чувственно-воспринимаемый, связан с тем, что, оказывается, что у таких сущих, как человек, или там, у таких стихий, таких как вода, огонь, есть идесы, да, то есть, ей идесы присутствуют у чувственно-воспринимаемых сущностей, но, с другой стороны, ведь, оказывается, парименид, уточняет, на самом деле, оказывается, и у мысленных сущностей, таких как красота, справедливая, или справедливость, там, подобное, добро, то есть, то, что мы назвали бы понятиями, да, у них тоже есть идесы. И получается, на самом деле, что в понятии поля объединены два вида идесов. Идесы, относящиеся к чувствно-воспринимаемым сущностям, да, то есть, то, что мы называем вещами, и идесы, относящиеся к мысленным чувствам. Именно поэтому поля, или там, гэкостон, тон, полен, там, гэкостон, нельзя переводить как вещь, потому что, на самом деле, гэкостон может выступить как вещь, да, так и, на самом деле, и некое понятие, да, некое общее понятие. Здесь, когда я говорю про понятие, конечно же, я использую современный термин, да, для того, чтобы передать то, о чем идет речь. Просто красота, справедливое, подобное добро никогда не встречается в чувственном восприятии, да. Мы, в чувственном восприятии встречается человек, там, допустим, отдельные какие-то предметы, да, там, стул, стол, встречается, да, а вот красота, справедливое, подобное, добро и проще, это некие аспекты, которые мы как бы увидим, да, в мире, видим. Ну, точно таким же образом, каким образом, что такое вообще понятие? Понятие это выхватывает в мире вот как раз определенного рода аспекты, да. И у Аристотеля, если брать развитие этой темы, Аристотель различает первые сущности и вторые сущности. И вот как раз первые сущности относятся к чувствно воспринимаемым сущностям, да, вот стол, стул и прочий человек. А вторые сущности, это сущности, это роды и виды, да, это относится к мысленным сущностям, это вот относится как бы к общим, к общим понятиям. Ну, в данном случае красота, справедливое, подобное, а в принципе, да, вот как бы вот есть человек как сущий, да, вот есть человек как понятие. Но это один разговор. Но другой разговор состоит в том, что есть чистые понятия, есть понятия, относящиеся, как понятия человека относятся к каждому единичному человеку, это одни понятия. А есть понятия чистые, когда понятия красота, справедливое, подобное и добро, которых мы как бы непосредственно в чувственном восприятии не ощущаем. Мы воспринимаем эти понятия другим способом, воспринимаем его с помощью мышления, поэтому они мысли. И вот, поскольку происходит объединение чувственно воспринимаемого и мысленного, то нельзя переводить поля и гэкостон-полён как вещь. Поэтому мы должны держаться в понятии многое, которое более правильно передавало бы смысл диалога. Это первое замечание. Второе замечание, опять же, связанное с переводом, состоит в том... Мы просто сейчас пытаемся подойти к вопросу самой логики. Нам приходится сделать некоторые филологические замечания, прежде чем пускаться в дело. Ну, второе замечание состоит в том, его тоже все знают, что Платон различает в диалоге Эйдос и идею. В чем состоит это различие, многие переводчики не знают, недоумевают, некие исследователи Платона тоже не понимают. Некоторые, например, как Лосев, считают, что это между ними есть различие, его можно как бы выщернить и понять. Но, тем не менее, как бы то ни было, поскольку Платон философ, да, и он пишет, пусть как бы и в такой драматической форме, но тем не менее, философский текст, то Эйдос и Идея являются терминами. И в одном диалоге, как бы, переводить оба этих термина словом «идея», но просто непозволительно, да? Переводить Эйдос и «идея» одним словом – это непозволительно для философского текста. Философский текст всегда опирается на термины. Какой бы ни был философ, он пытается различать смыслы, да, и вкладывает в каждое слово определенного рода смыслы. На самом деле, между этими терминами у Платона существует строго различенный смысл. Мы это потом покажем, да. Поэтому, как бы, я, когда буду говорить, буду везде говорить об Эйдосах, да, и дойдем до идеи. В чем состоит разница, я, можно сказать, предварительно. У Платона, поскольку, как я говорил, мысленный порядок и чувствно воспринимаемый порядок, как бы, объединены во многом, и поэтому Эйдосы есть Эйдосы этих многих, да, где чувственное и мысленное, они не различны. И поэтому, на самом деле, он говорит все, как бы, все, что мы видим или мыслим в качестве, ну, вот, неких, вот, в виде некой определенности, да, в мире, как бы, все это имеет Эйдос. Поэтому у Платона, как бы, первоначальной постановки вопроса пока, да, пока не различны Эйдосы, которые касаются чувствно воспринимаемых сущностей, и Эйдосы, которые касаются мысленных сущностей, да, и поэтому, на самом деле, идеи есть не что иное, как только определенный вид Эйдоса. Какой же это определенный вид Эйдоса? Из диалога Платона можно понять, что идеи представляют собой чистые мысли, да, мысли. Это те самые мысли, которые не существуют, которые, вот, есть мысли, которые, как, которые опираются на чувствное восприятие. Вот, допустим, если мы видим человека, да, единичного человека, то, как бы, вот, есть понятие человека. И это понятие человека, как бы, опирается на некую чувственную данность человека. А вот есть чистые мысли, да, то, что мы бы сейчас, сейчас бы назвали бы, допустим, категориями или понятиями, да, общими понятиями. Это те, есть некоторые понятия, которые высказываются об аспектах реальности, да, и с самим этим понятием, а нету никакой, никакого соответствия, да, непосредственно в виде какой-то единичной сущности. Ну, какие-то понятия я уже объяснял, да, это, там, справедливое, да, справедливость, добро, красота и прочее. Это вот, вот, таких понятий много. И они, эти все понятия, они только мыслицы, да, вот, они представляют собой только мышление. И поэтому они представляют собой как бы чистые мысли, и мы бы сказали бы чистые понятия. Чистые понятия. Да? И вот идеи представляют такие чистые понятия. Почему эти чистые понятия представляют собой не просто идеи, то есть не просто мышлением, да, потому что, согласно Платону, Но, и это мы заключаем из диалога «Параминит», мысли существуют только в душе. Почему эти чистые понятия, тем не менее, представляются у Платонов как бы сущей идеей, как он пишет. Опять же, в диалоге мы на определенном месте, когда мы дойдем до кипутиза, связанной с тем, что Эйдес представляет собой мышление. Возникнет такая интересная разговор о некой сущей идее. Как бы «Мия, Уса, Идея». Вот «Мия, Уса, Идея» – почему она сущая? Ну, я думаю, что мы это обсудим в своем месте. Предварительно, различие между Эйдесом и Идеей состоит в том, что просто и идеи представляют собой определенного рода сущие Эйдесы. И они, с одной стороны, представляют собой чистые мысли, а с другой стороны, они представляют собой чистые сущие идеи. И это связано непосредственно с философией Парменида, согласно которому быть и мысли одно и то же. Но мы до этого дойдем. Вот это вот некие предварительные замечания для того, чтобы понять, о чем бы пойдет речь. Поэтому к идее мы подойдем немного позже. А давайте начнем с анализа самого диалога. В начале диалога я не буду пересказывать диалог во всех подробностях. Я только буду намечать некие логические линии. Вы их диалог можете почитать самостоятельно. В начале диалога намещаются две логические линии. Первая логическая линия – это линия, назовем ее, позиция Парменида-Зенона. В чем она состоит? Позиция Парменида-Зенона состоит в том, что есть некое одно, которое противостоит многому. Но одно есть, а многое не есть. Парменид высказывает эту часть нашего соотношения. То есть он высказывает, что одно есть, а Зенон защищает того, что многое не есть. В чем тут, и это, собственно, позиция Парменида-Зенона, она соответствует тому, что мы наблюдаем в дошедших до нас отрывках из поэмы Парменида о природе. Действительно, давайте обратимся к этой поэме для того, чтобы выяснить эту позицию во всей ее полноте. Смотрите, у нас почему одно есть, а многое не? В чем состоит основная аргументация позиции Парменида? Она состоит в том, что... Рассматривается следующая дилемма. Говорится о двух путях. Говорится о том, что весь мир, весь космос можно разбить на два пути. На путь есть, это путь сущего. Я вот ставлю знак объединения, и путь не есть. И это путь несущего. И действительно, это разбиение является полным. Полным, да? То есть, что значит полное разбиение? Это означает, что других вариантов нет. У нас либо есть, либо не есть. И мы полностью все сущее можем разбить по этому параметру. А второе важное замещание состоит в том, что вот это второе разбиение не есть. Оно на самом деле несостоятельно, потому что небытияние. И поэтому не есть несостоятельно. То есть, несущего просто нет. И получается, если мы отсюда перейдем логический вывод, что весь мир или космос равняется есть, да? То есть, равняется есть сущим. Но мы же наблюдаем в мире множество. Да, и параметры тоже понимают, что как бы есть некая первичная очевидность, откуда он стартует. Он стартует с некой позиции того, что в мире есть много. И поэтому, как можно объяснить, каким образом, несмотря на то, что мы видим многое, есть одно. Он говорит о том, что вот сущее сплачивается сущим, да? Вот сущее одно, сущее второе и так далее. Они все с друг другом сплачиваются. Между ними-то нет небытия, ведь сущее есть, несущего нет, да? И все они сплачиваются в некое одно. Да, вот такое. Одно, такой монолит. Одно. Монолитное одно. И вот, собственно, аспект этого монолитного одно, и есть, как бы, в чем состоит именно это одно. Что в аспекте бытия оно одно. Если мы смотрим на этот монолит, оно как бы так же разбито на сущие, да? Потому что все сущие сплотились, но тем не менее множество осталось. Но в каком-то отношении, с точки зрения бытия, да, вот мы как мы показали здесь, да, с точки зрения бытия, оно представляет одно. С такого аспекта, как быть. Причем речь именно идет о неопределенной форме глагола, и о бытие по имени парменида именно является неопределенной форме глагола. Эйной. Вот мы как бы зафиксировали здесь некую позицию. Причем парменид, вот это отстаивает парменид, и парменид в то же время доказывает вторую позицию. Он говорит о том, что, ну поскольку люди вот как бы привыкли взирать как бы оком там и слушать ухом, да, то на самом деле у них все раздваивается, да, у них возникает, что вроде как и много есть. И они полагают много, то есть полагают по крайней мере два, да, полагают ночь и день. Или ночь и свет. Так вот, получается, а как он доказывает на самом деле, что одно есть? Это тоже очень важно, да. Это вот было первое рассуждение, да. А второе рассуждение, вот у него есть высказывание, что быть и мыслить одно и то же. Зачем ему нужен это высказывание? Дело в том, что вот это вот одно, которое мы получили как монолитное одно, да, одно, оно ведь не дано чувственное восприятие, оно не дано в опыте. Ведь чувственное восприятие, да, это наш опыт, оно нам дает только многое. Как удостовериться на самом деле, да, что вот это одно есть, да? Как удостовериться? То, что есть каждое отдельное сущее, это мы видим на чувственном опыте. Вот то, что их много, и они отдельные, и что каждый из них есть, это нам дает чувственное восприятие, то есть это мы в опыте. А как вот удостовериться, что есть одно? Ведь мы сами находимся внутри этого одного, да. Вот это вот мы сами, да, вот я, допустим, стою внутри этого одного, внутри этого мира, как я могу удостовериться, что он один? Для того, чтобы перейти к тому и доказать, что одно есть, да, доказать, что на самом деле то, что я мыслю, ведь я мыслю, ведь одно ведь я только мыслю, да. Необходима как бы еще некоторая формула, да, и эта формула состоит в том, что быть и мыслить одно и то же. Быть и мыслить одно и то же. Что это означает? Это означает, что если я мыслю одно, если я его мыслю, то оно и есть. Потому что быть и мыслить одно и то же. Иначе говоря, когда для того, чтобы сделать одно существующим, вот это вот мысленное одно, к которому мы пришли благодаря некому рассуждению, ведь мы стартуем, еще раз говорю, от чувственного восприятия, что есть многое, говорим о том, что сущее с сущим сплачивается, что между ними нет ни быть, и я и быть не может. И поэтому они образуют некий шар, да, монолитный там. И этот, ну, надо ведь доказать, что этот монолитный шар существует, что это не так и не остается нашей субъективной мыслью. Как это можно доказать? Это можно доказать только благодаря вот этой дополнительной посылке, что быть и мыслить одно и то же. И тогда мы, на самом деле, переходим от одно как мыслимое, да, только мыслимое одно, к одному, которое есть. И вот это одно есть, оно фиксируется как ген-эйной. Ген – это одно, а эйной – ген-эйной – это одно быть. Я говорил о том, что бытие у параменида, оно зафиксировано неопределенной формой глаголы. Поэтому правильно его переводить как одно быть, да, вот одно быть. И вообще в нашем языке бытие переводится как существительное, а на самом деле в языке греческом бытие – это субстантивированный глагол, да, то есть одно быть. И получается вот наше одно быть, оно есть, да, почему? Потому что мы доказали, что быть и мыслить одно и то же. Мы перешли к одному быть. Вот это вот рассуждение будет очень важно, когда мы подойдем к диалоге Платона, его надо будет удержать сейчас, да, когда мы подойдем к диалоге Платона, к той гипотезе, где будет эйдос, будет полагаться как некая мысль, да. И там возникнет опять все вот это рассуждение, только связанное уже с эйдосами. Но, когда я это объяснял, как бы я еще говорил о том, что вот у Парменида есть еще и рассуждение о многом. То есть многое у него относится к позиции чувственно-воспринимаемой. То есть чувственно-восприятие у нас есть многое, это наш повседневный опыт, а одно и есть – это позиция мышления. А поскольку быть и мыслить одно и то же, то получается на самом деле, что у Парменида возникает дилемма. Вот та вот дилемма, та позиция Парменида, вот она выражается в некой дилемме. И дилемма эта состоит либо одно, либо многое. Многое. Причем различение одного и многого, как я говорю, проходит по линии различения, мышления и чувственного восприятия. Вот это вот позиция Парменида. То есть многого нет, как бы одно есть. Почему многого нет, я уже объяснял, да, потому что небытия нет. Потому что многое предполагает, как бы, что между ними вроде как есть небытие. Тут сущее один, сущее два, там сущее три. И многое предполагает, что вот здесь есть небытие. Вот такая позиция. Она вполне логична. И, собственно, она впоследовательна. Но ей возражает Сократ в самом диалоге. И это как раз существенное возражение. Собственно, почему, я полагаю, диалог называется Парменид? Потому что, как бы, здесь возникает какая-то внутренняя критика, да, к позиции Парменида Зенона, как я ее и высказал. Но она, как бы, дружественная критика, да, потому что сам, как бы, Парменид Зенон, он сам, они сами участвуют в критике своей же позиции, да. Ну, давайте рассмотрим, в чем состоит позиция Сократа. Сократ говорит, на самом деле, что... Ведь... Что здесь полагается? Здесь полагается, что... Ведь что говорит Сократ? Сократ говорит, что одно и многое не находится в деле, между которыми возникает выбор. Да, они друг другу не противоречат. Почему? Он приводит пример. Если, допустим, есть некое... Одно, например, человек. Да? То ведь человек, как причастный одному, эйдусу одного. Эйдус. Но он является чем-то одним. А как причастный многому, то есть эйдусу многого. Он одновременно является чем-то многим. Получается, человек является и одно, и многое. И в этом нет никакого противоречия. Поскольку человек, причащаясь к конкретному эйдусу многого или одного, он становится по степени своего причащения либо одним, либо многим. Вот, говорит Сократ, было бы удивительно, если бы кто-то доказал, на самом деле, что сам эйдус многого и сам эйдус одного равен друг другу. Вот если бы вот это было доказано, то есть если бы противоречие возникало на уровне эйдусов, не на уровне сущих, допустим, человека, а на уровне эйдусов, вот это вот противоречие, оно тогда бы что-то достоило. Оно бы вызывало удивление. А противоречие, которое находится на уровне отдельных сущих, допустим, такого, как человека, это противоречие не представляет собой ничего. И вот, собственно, такая позиция, она противоречит позиции Парменида Зенона в двух вопросах. Первое. У Парменида получалось, что в мышлении есть только одна мысль, мысль «а есть». И, собственно, я говорил о том, что различие между мышлением и восприятием проходит по линии различений одной и многой. Собственно, у Сократа получается, что вроде как существует много эйлисов. А ведь здесь шел разговор о том, что многое принадлежит к порядку чувственного восприятия. Это первая странность, потому что мы говорили о том, что мы пока не знаем, на самом деле, как пока на данном этапе рассуждения не проходит различие чувств, восприятия и мышления. Но есть подозрение, на самом деле, что в мышлении не одна есть только мысль. Потому что действительно есть ведь красота, есть ведь справедливость, и это обсуждается в диалоге. То есть, как бы, существуют, по крайней мере, эйлисы, которые мыслятся, которые только мыслятся как чистые мысли. И есть эйлисы, которые постигаются нами из чувственного восприятия. Но эйлисов много. В любом случае, как бы, многое не только в чувственном восприятии. И вторая вещь состоит в том, что эйлисы отделены от самих сущих. То есть, есть различие между эйлис и сущим. Потому что здесь такого различия не было. Почему? Потому что здесь вообще в мышлении находилась только одна мысль. А всесущие, как бы, и все его многообразие, все различие сущих, оно находилось в чувственном восприятии. Вот эти два допущения, они сразу бросаются в глаза. И, собственно, применитый Зенон будут возражать Сократу именно с позиции того, что эйлисов много, и что эйлисы, они отделены от сущих. Да, вот ведь фактически, когда мы рассуждаем о неком сущии, скажем, человек с позиции того, что вот есть некий эйлис много, и эйлис одного, это просто означает, что они, как бы, являются черта одним и отделены, то есть, как бы, сами по себе от самих сущих. Вот вся, как бы, изначальная дилемма диалога, которая будет развиваться. Да, и вот она должна, либо должна найти решение, либо решение никакого не найдет. Ну, давайте проследим, как бы, за самим рассуждением. Да, и перед этим, как бы, я выстрою общую схему. Ну, общая схема в чем состоит? Во-первых, у нас есть отделенный эйлис, да? И этих эйлисов много. Ну, это раз. Во-вторых, к этому эйлису приобщаются многие. Многие. То, что я называю, то, что Платон называется, поллят. Ну, или там, панта. Панта, это просто, это все, да? С другой стороны, этот эйлис представляет собой нечто одно. Почему? Потому что он отделен, является чем-то сам по себе, да? Отделенным. Он является, как пишет Платон, каф-гаута. Как хаута? Он... Он нечто одно. Он, как бы, существует сам по себе. И, собственно, вся проблематика, которая будет разворачиваться в гипотезах, которую выдвигает Сократ и Парменит, и которые обсуждаются, собственно, в самом диалоге, они будут разворачиваться между тем, что эйлис должен удовлетворить двум условиям. Он должен, как бы, позволять многим приобщаться к эйлису, и, тем не менее, эйлис должен остаться один, да? Ну, действительно. Какие у нас есть возможности? Вообще говоря, эйлис, он пока в данном диалоге рассматривается как нечто неразбитое на регионы, да? То есть, неразличены эйлисы, естественно, воспринимаемые, то есть, вещи, да? Эйлисы, вещи, и эйлисы, как бы, вот таких сущностей, как чистые мысли, чистые понятия. Эйлисы, ну, то, что я говорил про эйлис красоты, эйлис добра, эйлисы справедливости и прочее, эйлис подобия, великости, там, много таких эйлисы, да? Поэтому, на самом деле, все гипотезы будут разбиваться на... как раз у Платона разбиты по принципу. Во-первых, прежде всего, возникают гипотезы, связанные с тем, что эйлис представляет собой нечто чувственно воспринимаемое. Ну, нечто вечное от слова вещь. Вечное. Что это означает? Это означает, что эйлис подобен вещам, как бы, мы эйлисы непосредственно наблюдаем, как бы, в самих вещей. В этом случае, в самом греческом тексте, вот, возникают такие выражения, как эн, да? Эйлис, эн, это в. Эн пассин, да? То есть, пассин, это дательный полеж от пампа. Эн пассин, то есть, в. Во всем, да? То есть, эйлис как бы в вещах, потому что в данном случае уже идет речь о вещах. И когда мы выкладываем такую гипотезу за то, что эйлис нечто чувственно воспринимаемое, речь идет о том, что эйлис уже как бы соотносится с вещами и сам есть нечто вечное. И поэтому все предположения, связанные о том, что эйлис как-то там дробится, да, что он может дробиться, все это является обоснованным. Потому что если мы предполагаем, что эйлис нечто чувственно воспринимаемое, он может дробиться, поскольку он принадлежит порядку вещей. Действительно, какие у нас возникают здесь возможности? Первая возможность, что эйлисы прямо в самих вещах, в буквальном смысле. То есть, в каждой вещи. То есть, в каждой вещи. Но что это означает? Это означает, на самом деле, что эйлис будет одновременно чем-то одним и чем-то многим. То есть, вот это вот изначальное наше противоречие, оно как бы восстановится. Причем, заметьте, что если мы эйлисы опускаем обратно во многие, то противоречие исчезает, да? У нас противоречие возникает только в том случае, если эйлис одновременно должен остаться одним и быть таким одним, к которому приобщатся многие. То есть, когда возникает этот треугольник, когда мы эйлис схлопываем ко многим, когда эйлисы просто становятся чем-то в вещах, то есть, так, как рассуждает парименитый Зино, да, в своей гипотезе, тогда никаких проблем нет. Мы просто вот остаемся в этой гипотезе и все. Вторая гипотеза. Вторая гипотеза предлагает Сократ, а нельзя ли эйлисы рассматривать как своего рода нечто пространственное, вот как парусина над многими, да? Вот есть как бы парусина, а есть некие многие, ну, допустим, люди. Люди под парусиной. На это возражение возникает следующий порядок, что парусина ведь не вся над каждым, да, а только часть парусины над каждым отдельным человеком, да? То есть, только часть эйлисы получается над каждым из многих, да? Что это означает? Почему здесь эйлис вообще можно делить? То есть, эйлис получается делимый. Я еще рассказал, поскольку у нас изначально сейчас пока гипотеза, что эйлис нечто вечное, он может быть делимым. Это вполне как бы логично из изначальной посылки. Но если эйлис делимый, то опять возникает вот это разногласие, да, противоречие между тем, что он одно и многое одновременно, да? Получается противоречие. Вот две гипотезы, связанные с тем, что эйлис нечто чувственное воспринимое. У нас получается, что эти гипотезы несостоятельны. Тогда возникает второе рассуждение. Второе рассуждение связано с тем, что эйлис рассматривается как нечто мысленное. Ну, собственно, как я и говорил, что у нас ведь две возможности. Эйлис либо принадлежит порядку вещей, да, то есть чувственно воспринимаемому порядку, либо порядку мыслей, да, порядку понятий чистых мыслей. Эйлис мысленное. Если эйлис мысленное, у нас возникает первая гипотеза. Первая гипотеза состоит в том, что такое эйлис мысленное. Когда я, допустим, смотрю на многие великие вещи, и в них, мне кажется, видится некая идея. Причем, как бы в самом тексте Платона, как раз в этом месте возникает слово именно не эйлис, а идея. Я недаром сказал. Причем очень важно, что здесь, почему возникает здесь вот опять же некая коллизия. Эйлис не просто, вот когда я говорю слово «кажется», да, у Платона стоит такой термин, глагол, как «дакеа». Я каждый раз возвращаюсь к неким все-таки филологическим вещам, да, потому что это важно. «Дакеа» означает «казаться», но в смысле думания, да, вот «думать», «полагать» он еще означает. То есть «казаться» в смысле того, что мне кажется, в смысле того, что я думаю, что мне кажется, да. И одновременно, как бы, для того, чтобы вот показать эту позицию, Платон использует глагол «файна». А «файна» означает, как бы, вот «открывать являться», причем в чувственно-воспринимаемом смысле. То есть, иначе говоря, это тоже «казаться», да, только в чувственном смысле. Получается, на самом деле, когда мы взираем на многие великие вещи, то мы не можем различить мысленное от чувственное. Вот, действительно, как бы, непонятно, на самом деле, когда я смотрю на многие вещи. Я, допустим, на многие великие вещи, как пишет Платон, я вижу некую как бы вот идею великости. То ли эта идея великости является неким чувственным, да, неким чувственным образом, то ли она является черт мысленной. То есть вот здесь вот эта вот наша изначальная неразличенность эйдосов, да, она также работает и в смысле того, что непонятно в опыте, особенно. То ли мы думаем, то ли мы проглядываем идеи, то ли мы видим некий образ. Ну, на самом деле понятно, конечно, из дальнейших рассуждений и как бы в перспективе, что речь здесь идет о некой идее, да. Но тем не менее здесь возникает проблема. В чем состоит проблема? Проблема состоит в том, что вот если мы берем многие великие, да, вот многие великие, и прозреваем в них нечто одно. Одно. То тем не менее, если мы как бы эту ситуацию рассмотрим дальше, то получится, что эти многие великие, и плюс это наше одно. Ну, давайте одно обозначим единицей. Одно. Опять же дадут некое новое одно. Новое. Новое одно. На том же самом основании, да, когда мы, опять же, возьмем все эти многие великие, как бы, некую одну великость, да. Почему такое рассуждение возможно? Потому что изначально мы еще не различили сферу эйдосов мысленных и сферу эйдосов чувственных. Да, и поэтому порядок как бы вот мысленных эйдосов, да, вот то, что называется идей, да, вот чистых мыслей, да, порядок чистых мыслей, да, порядок чистых мыслей, он также принадлежит к общему порядку. И мы можем поставить его в общий порядок. Но это, но при таком размножении сущностей, да, вот возникает некий регресс бесконечности, да, вот возникает некий регресс бесконечности, да, вот опять получается, что эйдос становится и одним, и многим, да. То есть он просто размножается, и вот некий возникает регресс бесконечности, бесконечности, и опять у нас противоречие связано с тем, что эйдос и одно и многое. Но тем не менее, как бы, это была первая гипотеза. Теперь вторая гипотеза, она отличается от этой и говорится о том, что эйдос мысль. Еще, казалось бы, разница. Вот если мы со современных позиций подходим, нам кажется, что вот разница между тем сказать, что, вот как в первой позиции, что эйдос есть некая прозреваемая нами, да, идея, и сказать, что эйдос мысль, вроде как разницы нет. На самом деле и разница есть, потому что, как говорится в диалоге, что мысль, это не просто возникает ни в каком-либо другом месте, да, но только в душе. То есть мысль в душе. То есть она там в душах, там, энтсюхайс. Получается, но мысль всегда в душе, да, мысль всегда в душе, а когда мы говорили об идее, эта идея может быть сущей. Почему идея может быть сущей, как раз выяснится, когда мы будем обсуждать, что такое эйдос как мысль. Теперь вот мы подошли к как бы главной поворотной точке диалога, да, связанной с обсуждением и того этой гипотезы. Эйдос есть мысль, да. Ну, изначально как бы обсуждаем гипотезу общую, да, эйдос мысль. Давайте как бы попытаемся воспроизвести, вот здесь мы как бы будем более близко рассматривать вопрос, более близко к тексту. Так, итак, у нас изначальная посылка состоит в том, что эйдос есть мысль. Эйдос мысль. Наэма. Здесь, если посмотреть текст, греческий текст, ну, на самом деле это видно и в русском тексте, там, воспроизводится рассуждение про Менида, которое я уже приводил, и которое предлагал запомнить, да. Что-то вот мы говорим, а что такое мысль. Мысль есть мысль о чем-то. А мысль о чем-то, да. Иначе говоря, мысль является чем-то интенсиональным. Ну, это как бы наше, мы бы так сказали, да, мы бы делали такую добавку. Но вот это вот что-то, оно может либо быть онтас, то есть существующим, либо ук онтас. То есть, либо существующим, либо несуществующим. И вот эта вот дилемма вспомнит два пути, да, есть и не есть. Помните, у Парменида был путь есть, как бы, и он противоставлялся пути не есть. Естественно, как бы, помня Парменида, и, в принципе, полагаясь на то, что этот путь немыслим, да, потому что невозможно мыслить того, чего нет, да, то у нас возникает только путь онтас. Путь онтас. И получается, что на самом деле мысли есть мысль, мысль. А есть мысль осущим. Причем, если вспомнить, опять же, Парменида, то всякая мысль, что быть и мыслить одно и то же. Быть и мыслить одно, это Парменидовское, да? То поскольку мысль мыслит некую идею, ну, ведь когда мыслится некое сущее, некое сущее, оно ведь одно. Но, смотрите, вот здесь, как бы, есть некое новое по сравнению с тем, о чем говорит Парменидовское, но мы сейчас, как бы, это обсудим, да, я просто проговорю слова. Мысль мыслит некую идею, да, вот мыслит некую идею. Но поскольку быть и мыслить одно и то же, вот когда мы говорили о бытии, да, вот есть идея одного, но это только мысленное. А как доказать, что оно есть? Мы говорим, быть и мыслить одно и то же, значит, это одно есть, да? Точно так же и здесь мы мыслим некую идею, да? А как доказать, что идея есть, да? Мы говорим, что быть и мыслить одно, значит, не просто идею, да, а сущую идею. То есть, существующую. Причем вот то, что я говорю, это написано в самом греческом тексте. Почему-то в русском варианте слово сущую опущено, да, говорится просто идея. А на самом деле там не просто идея, а ус, уса идея. Даже не просто, а миа, уса идея. Да, ну важно, что она одна. Мия, уса, идея. На самом деле здесь вот возникает некое новое по сравнению с парменидом некое рассуждение у Платона, да? То есть, иначе говоря, парменид основывается на том, что в мышлении есть только одна мысль. Вот если мы теперь переходим на термины... Кстати, вот здесь, когда говорится об идее, в самом диалоге именно имеется в виду идея, да? Опять же, а не инис. Когда парменид рассуждает о том, что быть и мыслить одно, он имеет в виду, что на самом деле в мысли находится только одна мысль, да? То есть, одна идея, если говорить в терминах Платона. А эта идея есть, идея одно, да? Вот давайте сейчас как бы переведем на то, чтобы было понятно, да? Потому что здесь вот тоткий момент, то, чтобы было понятно, о чем идет речь, разберем с этой же позиции рассуждение парменида, да? В парменида получается, что у него он говорит, что сущее с сущим сплачивается, небытия между ними нет. Вот они в такое как бы нечто одно сплачиваются, да? И, собственно, вот это одно, оно мыслимое одно, потому что в чувственной достоверности, в чувственном восприятии мы видим только многое. А где взять это одно? Оно только мыслиться, да? Мыслиться. И нужно вот это вот, вот это мыслиться что? Мыслиться одно, быть и мыслить одно. Мыслиться это одно, одно это есть вот наша идея, да? Если теперь в терминах Платона. И она является не просто вот такой идеей, да, мысленной, не просто остается этой мысленной идеей. Она на самом деле является сущей идеей, потому что быть и мыслить одно и то же, да? Вот здесь вот возникает вот важный переход. Переход от того, что является, вот если бы мы теперь рассуждали в наших терминах, субъективной философии, мы говорили о том, что мыслится, да, нечто субъективное, да, а как оно становится объективным? То есть здесь вот есть, для нас есть некая непереходимая грань, да, мы как бы постоянно здесь застреваем, да, мы говорим о том, что есть субъективная сфера, и перейти к объективной сфере не так просто. У них такого застревания нет, у них быть и мысль одно, да, и они от субъективной мышления переходят к объективному просто естественным путем, да, как бы для них это очевидно, для них очевидно, что мысль, всегда есть мысль о сущем, и что невозможно мыслить небытие, да, и поэтому на самом деле, если мыслится некая идея одно, то оно есть, да, и вот то, что эта идея есть, это обозначается как гэнд, как я говорил, одно быть. Почему я выписываю вот это гэнэйный, да, и постоянно на нем настаиваю? Дело в том, что в самом диалоге про Менида, вот в месте, которое связано с обсуждением этой гипотезы, именно так и говорится, что такое тогда эйдос, да, говорит Платон. Ну и вот давайте обратимся просто к самому тексту, я не знаю, те, кто владеет греческим языком, может просто обратиться к самому тексту, а я просто напишу, да, как бы формулу тогда, тогда что такое эйдос, да, у нас по предположению эйдос это наема, да, некая мысль. Тогда эйдос равно науменан, что такое науменан, это причастие от мышления, то есть мыслимый, да, Науменан, так, гэн эйдос, вот что такое эйдос. Эйдос, это мыслимое одно быть наше, одно быть мы уже помним, да, что это взятое из Пармионида, это та самая сущая идея, да, вот только идея в смысле Пармионида, У Пармионида одна сущая идея, да, у него вот есть эта самая сущая идея, о которой мы говорили, сущая идея, да, ну и она состоит в том, что просто одно, да, есть. То есть вот это вот одно, это и сущая идея, которая есть, сущая, значит существующая идея. Тут у нас что такое «эйдос»? «Эйдос» это «науменен энгэйны». То есть «мыслимое одно». Причем он здесь указывает дальше, что это не просто мыслимое одно, а оно как раз и есть существующее. То есть оно «гон», точнее «он», «он то ауто», то есть само по себе «эпипаси». Вот я не говорил до этого. На самом деле у Платона в греческом тексте есть строгое различие. Когда я начинал с того, что чувственно-воспринимаемое, оно всегда «эн», «эн-пасин». «Пасин» это от глагола, от слова «панта», просто дать или не подержать. «Панта» это все. Когда речь идет о чувственно-воспринимаемом, то Платон использует «эн-пасин». То есть «во всем». То есть в смысле чувственно-воспринимаемое «эн-дис» и «во всем». А в смысле мышления он использует «эпипаси». «Эпи» это как бы «над». «Надо всем». Он более того, как бы говорит об идее, что она вообще «эпон». А «эпон» это как бы «надсущее». То есть «эпион» как бы «надсущее» нечто. И причем он постоянно использует этот термин, который в средневековье очень важен, или в христианстве «аей». То, что можно перевести как «сегда», а можно перевести как «вечно». То есть «вечная идея». То есть «сущее» сама по себе надо всем. То есть на самом деле «эйдис» есть идея. То есть иначе говоря, в нашей гипотезе, если «эйдис» есть мысль, то она является не просто мыслью, а мыслью о сущем. И не просто мыслью о сущем, поскольку мыслить и быть одно и то же, а мыслью о сущей идее, о том, что существует. Ну, поскольку о сущей идее. А идея есть это некая мысль, да? И причем тогда «эйдис» представляет собой вот это мыслимое одно. Дело в том, что «эйдис» не представляет собой… Здесь есть различие между «эйдисом» и «идеей» как бы в данном контексте. Дело в том, что «эйдис» представляет собой одно, мыслимое одно этой идеи. И «идеей», но сама определенность идеи, она еще как-то по-другому существует, да? То есть у «идеи» есть две характеристики. Характеристика «быть», да? Ну, аспект «быть», да? И аспект «определенность». Ну, давайте к этому тоже подойдем. Это важно для того, чтобы прозревать дальнейшее. Мы потом будем переходить к Аристотелю, это тоже будет важно. Вот смотрите, вот у нас есть идея. У него два аспекта, да? Аспект, поскольку она сущая, а это же не просто идея, это сущая идея. Ну, у всякого сущего есть два аспекта – бытие и определенности. Вот с точки зрения бытия, это сущая идея, если ген-эйны, да? Ну, собственно, как бы параменидовский ход. И вот это вот и есть как бы «идес», в данном случае, если «идес» является мыслью. А вот определенность, да? На самом деле, что интересно, и тут как бы вот приходит на ум такой странный термин Аристотеля, как я уже об нем писал, как «то-ти-эн-эйны». Вот этот «эйны» – это просто то же самое, это инфинитив глагола «быть», да? То есть просто «быть» буквально означает как бы то, что было быть, да? Если переводить буквально. Но на самом деле мы не будем переводить буквально. Мы обращаем внимание вот на эту конструкцию «ген-эйны», да? И обращаем внимание на эту конструкцию, тоже «эйны», да? Замещаем одинаковость. То есть вот эта вот определенность, да? Она на самом деле относится к тому же порядку рассуждений, которые связаны с парменитом, да? Вот эта вот «эйны» на самом деле есть не что иное, как просто обозначение этого одного, да? Просто если «ген-эйны» означает «бытие», то «то-ти-эн-эйны» означает ее определенность. А что такое «то-ти-эн-эйны» согласно Аристотелю? Это и есть первая сущность. Вот мы и получили на самом деле, как бы, некую родоподобную гипотезу того, как складывается все в одно. Так как парменит переходит, на самом деле, как парменит, ну дальше мы об этом еще будем говорить, как парменит переходит в Платона и как дальше развивается платоновская мысль у Аристотеля, да? То есть она просто развивается, исходя из философии парменит. Давайте, как бы, сейчас быстро пробежим, почему возникают проблемы, связанные с этой гипотезой, а потом вернемся к ней и обсудим, на самом деле, ее просто немного на другом уровне. В чем состоит, как бы, проблема? То есть, допустим, что эйдос есть мыслимое одно быть, да? Да, причем, как бы, в нашем, опять же, переводе это так, вообще, как-то так отражено смутно, что и непонятно, о чем идет речь, да? А на самом деле речь идет просто о вот этом самом, о самой простой логике парменит, да? Но поскольку речь идет о мыслимом одно быть, не просто мыслимом одно быть, а сущим, да, ведь это вот мыслимое одно быть, оно, тем не менее, не остается мыслимой. Оно мыслимое, оно является сущим, а мыслимое, оно, оно ведь, как бы, вот, у нас же получалось так, у нас мыслимое одно быть, мыслимое, ну, как бы, давайте запишем по-гречески, ген-эйной, потому что я думаю, что тем, кто серьезно увлекается греческой философией, все-таки греческий язык надо хоть немного, но знать. Вот мыслимое, оно ведь дальше, через запятую, в самом тексте, вот у меня есть текст, да, греческий, можно его найти в интернете, оно же дальше определяется как ай-он, то есть как он, как сущее, да? Как сущее, и, как бы, которое является само по себе надо всем, то есть оно сущее, оно есть. Отсюда следует, что, вот, возникает проблема, да, проблема связанная с тем, что наше многое, многое, точнее, каждое из многих, да, каждая из многих, каждая из многих, ну, то, что я говорил, вот, гэ-ка-с-тон там, гэ-ка-с-тон, тон-пален. Ладно, не буду ударение расставлять. Так вот, каждая из многих, либо состоит из мыслей, да, почему, потому что мыслимое-то, хотя оно сущее, то есть эйдес мыслит нечто мысленное сущее, да, то есть он мыслит сущей мыслью, да, поэтому это состоит из мыслей, и тогда оно либо мыслит все, у нас два варианта, мыслит все, либо второй, хотя и состоит из мысления, решено мышление. Эти два варианта, на самом деле, раскладываются, опять же, вот, по нашему различию. У Платона изначально эйдесы, чувственно воспринимаемые и мысленные, как бы находятся в нечто одном, да, поскольку, почему, потому что с другой стороны поля определено так же неразличен, поскольку конец, связанный с многим, является неразличенным, то и эйдес является неразличенным, да, вот когда мыслит все, это у нас относится к порядку мыслимого, да, мыслимых эйдесов, мыслимых эйдесов, а когда не лишено мысления, относится к порядку вещей, да, но и то, и другое, оно неприемлемо. Здесь неприемлемо, потому что, хотя и состоит из мыслей, лишено мысления, здесь неприемлемо, потому что мыслит все, да, а должно было бы мыслить на самом деле одно. Вот такое рассуждение, связанное с этой гипотезой, да, а, действительно, дальше возникает, дальше возникает рассуждение, связанное еще с одной гипотезой, и это будет уже третья гипотеза. У нас было две гипотезы. У нас была гипотеза, что предположено, что эйдес несочувственно воспринимаемая, и она раскладывалась как бы на две возможности. Потом была гипотеза, связанная, что эйдос – это нечто мысленное, она тоже разложилась над ее возможности, а теперь возникает эйдос как образец. Казалось бы, странная какая-то гипотеза, каким родоположным образом можно ставить ее в ряд других гипотез. Ведь когда идет разбиение, и если это разбиение логическое, нельзя брать какую-то наугад гипотезу, которая не стоит ни в каком отношении с другими гипотезами. Мы когда что-то разбиваем, вот у нас, допустим, есть целое, мы разбиваем его последовательно на части. И мы говорим, что есть одно, второе и третье. Мы как бы закрываем все возможности. Вот этот эйдос как образец, каким образом он закрывает эти возможности? Он закрывает возможности эти очень интересным образом. Ведь если эйдос является чем-то неразличенным в смысле чувственного восприятия и мышления, если мы и те, и другие эйдосы объединяем в одном виде эйдоса, то тогда, на самом деле, мы можем решить вопрос приобщения с помощью образца. Потому что мысленному эйдосу будет соответствовать мысленный образец, а чувственному воспринимаемому эйдосу будет соответствовать чувственного воспринимаемого образца. То есть образец решает проблему. Дело в том, что если мы посмотрим на все наши рассуждения, то у нас возникнет, что все коллизии, они связаны с тем, что эйдос объединяет в себе и чувственно воспринимаемые эйдосы. Давайте обозначим их. Чувственные эйдосы и мысленные эйдосы. И у нас получалось так, что если мы говорим о чувственных, в первой гипотезе, о чувственных эйдосах, то тогда возникают проблемы, связанные с тем, что эйдос является одним. А одно это как раз относится к мысли. То есть тогда получается так, что возникает проблема с этим, с мысленными эйдосами. С другой стороны, когда мы становимся на вторую гипотезу, когда мы говорим, что эйдос является чем-то мыслимым, у нас возникает проблема с чувственными эйдосами. Помните, говорили, что вещи состоят из мыслей. То есть была апелляция, точнее многое состоит из мыслей. Была апелляция к тому, что в чувственном многом не может чувственное многое, допустим, человек, вода и прочие вещи состоять из мыслей. То есть вся проблема первых двух рассуждений состояла в том, что вот эти два аспекта, чувственные эйдосы и мысленные эйдосы, они были объединены в одно, просто как эйдосы. И теперь мы можем их различить тем способом, что мы говорим об образцах, потому что для чувственных эйдосов будут чувственные образцы, а для мысленных эйдосов будут мысленные образцы. То есть мы как бы решаем проблему. Каждый раз Платон решает проблему. Да, я, кстати, забыл сказать, что во второй гипотезе, это важный разговор, во второй гипотезе, как Платон решает вот эту проблему регресса бесконечности. Действительно, это очень важный момент. Я, то есть, как бы, действительно, давайте сбоку расскажу. Дело в том, что если эйдос мысль, да, то тогда к мысли приобщаются многие-многие, да, многие. И если мы эти многие мысли нашу опять сложим, да, то мы, тем не менее, опять выйдем на ту же самую мысль. Потому что мысли мы ее не получаем в умножении, да, мысль как бы остается. Независимо от того, что складываем мы многие мысли или нет, тем не менее вот этого регресса бесконечности не возникает. То есть вторая гипотеза позволила нам, когда мы рассуждали, да, и переходили от одной гипотезы к другой, решить проблему, проблему, связанную с регрессом. А само, кстати, когда переход к обсуждению того, что Эйдес нечто мыслимое, оно, по-моему, это решало проблему, связанную с тем, что Эйдес как бы доробился, да, на многие. То есть Эйдес подвергался тем же воздействиям, каким подвергается любое вечное, да, любое вечное, в смысле вещи, не в смысле век, да, не в смысле вечности, а в смысле вещи, да. Поскольку, как бы, Эйдес предполагался, что он чувственно воспринимаемый, то он подвергался всему тому, что подвергается чувственно воспринимаемый, то есть он там делился на счастье и прочее, да, там. И мы, как бы, решали эту проблему тем способом, что переходили ко второй гипотезе о том, что Эйдес есть нечто мыслимое, и тем самым оставляли, и теперь уже Эйдес не может доробиться, да. Но, тем не менее, возникали другие проблемы. Возникала проблема с регрессой бесконечности. Эта проблема регресса бесконечности решалась тем способом, что Эйдес является мысль. И мы решаем проблему ребреса бесконечности, и, казалось бы, все замечательно. Заметьте, что как последовательно и логично Платон в диалоге выкладывает одну гипотезу за другую. Сначала высказывает ее, потом ее отрицает, и на основании этого отрицания возникает новая гипотеза. Потом он опять ее отрицает, потом возникает новая гипотеза. И каждый раз перебирается момент. И когда мы доходим до образца, мы решаем проблему, связанную с тем, которые были связаны с обеими, и с той, и с первой, и со второй гипотезой, что чувственные воспринимаемые эдресы мешали приобщаться, в теоретическом смысле. Каждый раз, когда возникает обсуждение, возражение поступало с позиций других эдресов. Когда мы обсуждали, когда эдресы как нечувственно воспринимаемые, то возражения поступали с эдресы как мыслимые, как одно. Когда мы обсуждали, что эдресы являются чем-то мыслимым, возражения поступали с того, что эдресы ведь еще и чувственно воспринимаемые. И надо было бы тоже это учитывать. А в данном случае мы как бы вот тем, что прикладываем такую идею как образец, то есть берем такую гипотезу, что эдрес есть образец, мы как бы разделяем тем самым, чтобы образцы, они как бы подобны друг другу. То есть возникает такое отношение, как подобие. То есть мысленные подобные мысленному, чувственные подобные чувственные. И тогда проблемы, связанные с тем, что они введены, вроде как не возникает. Но здесь возникает другая проблема. Опять же, наша исходная проблема регресса бесконечности. В чем она состоит? Просто подобное, приобщающиеся многие, если они приобщаются к эдресу как к какому-то образцу, приобщающиеся будем ставить вот такой знак подобия, эйдрес, эйдрес образец. То здесь же возникает странная вещь. Дело в том, что да, мы таким способом удалили, обезвредили возражения, связанные с разных эйдресов. Но тем не менее, у нас возникает, что подобие это, ведь оно симметрично. Если многие подобны эйдресу, это равносилит тому, что эйдрес подобны многим. Я нарисовал его как нечто симметричное. И поскольку они симметричны, то получается, что они подобны друг другу. То есть, собственно, в этом состоит рассуждение. Они подобны друг другу. А раз они подобны друг другу, то они подобны чему-то третьему. И возникает опять умножение эйдреса. Ну и, соответственно, так дальше до бесконечности. Опять регресс бесконечности. То есть, избавившись от, казалось бы, от, как нам казалось, от несостоятельности первых гипотез, мы, тем не менее, в итоге и в третьей гипотезе попадаем в этот регресс. И этот регресс – это бесконечность, которая является, согласно Платону, возражением, потому что эйдреса должно быть, не должно быть много, эйдрес один и много, опять противоречие. И вот получается, что вся эта теория, где эйдресы отделяются от вещей, вроде является несостоятельной. И для того, чтобы совсем уже убить Сократа, Фарменид еще вдруг начинает говорить о следующих вещах. Он говорит о том, что на самом деле мы должны отделять божественный порядок и порядок человеческий. В чем тут смысл? Смысл состоит в том, что в божественном порядке эйдресы соотносятся с эйдресами, и они определяются относительно друг друга, и соотносятся они только с друг другом, а здесь некие подобия этих эйдресов, подобия, ну это так говорит Платон, они тоже соотносятся только с себе подобными. И получается, на самом деле, вот эти два порядка, они никак с друг другом не соотносятся, и получается, не божественный порядок нам не познаваем, ни Богу не познаваем наш человеческий порядок. Вот здесь как бы получается некая несоизмеримость. И получается, что совершенная вводит, применит Сократа в некий тупик, и получается, что делать дальше? Нельзя же отказаться от изначальной позиции. Почему? Потому что, как говорит Парменит, вот эта вот отделенность эйдреса нам важна для того, чтобы могла существовать наука. Вот чтобы наука, наука, ну знание вообще, могло существовать, необходимо вот это вот отделение эйдреса. Отделенность эйдреса. Ну и, соответственно, отделенность эйдреса также нужна для того, чтобы преодолеть те противоречия, да, о которых говорится вот в позиции Парменида Зинона, как вот я вначале говорил, преодолеть. Как это все преодолевается? И разрешим ли этот диалог? Многие диалоги у Платона, они не имеют какого-то разрешения, не имеют конца. И мне казалось, на самом деле, что Платон просто вот то, что он не различает, то, что он здесь, во-первых, сводит как бы в поля, да, в такой термин, как многое, чувственно-воспринимаемые сущности и мысленные сущности, чисто мысленные сущности. И то, что он фактически, на самом деле, во всем рассуждении под эйдресами понимает и эйдресы как чувственно-воспринимаемые эйдресы, то есть как образцы. Что такое чувственно-воспринимаемые эйдресы? Давайте теперь как бы сильно обратимся к рассуждению. Чувственно-воспринимаемые эйдресы, да, теперь, если в наших темах современно говорить, это просто образы, да, чувственные образы. Чувственные. А мысленные эйдосы, мысленные эйдосы, это идеи, причем идеи как бы в смысле Платона, мы же говорили о том, что мысль есть мысль о чем-то, и о чем-то существующем, всегда возникали сущие идеи Отсюда, кстати, в Платонизме представление о самих по себе существующих идеях, не просто существующих в голове мыслителя, потому что то в этом случае они были бы, как говорится в самом диалоге, они были бы чем-то не самостоятельны Нет, они существуют в реальности, в космосе Идеи, ну и то, что мы называем сейчас понятиями Это вот различие, оно для нас сейчас очевидное, оно проходит по линии различения мышления и чувства Вот тут как бы чувство воспринимаемое, а здесь мыслимо И для нас это вообще разделение настолько очевидно, как бы, что, ну почему-то как бы все, что мыслится древний философ, применит Платон и Аристотель Ну, Аристотель по-другому немножко, но Платон и Парвини считает существующими А у нас, допустим, субъективизм достиг такого уровня, что по философии Канта, как бы, все, что касается понятий, да, является, согласно Канту, чем-то только субъективным То есть существует только в субъекте Так, все-таки, есть решение проблемы диалога или нет? И вот я думал, что решения нет, и я думал, что вот Платон совершает такую простейшую ошибку Я, собственно, в других докладах как бы на это указывал Но на самом деле Платон меня удивил, и я в диалоге нашел ответ В чем бы он состоял? Давайте рассмотрим всю схему нашего рассуждения Для того, чтобы как бы воочию увидеть, в чем может состоять решение Посмотрите, изначально у нас возникала следующая дилемма У нас Эйдес, да? Он был одновременно, к нему должны были приобщаться многие И он должен был бы как-то каким-то образом разбиваться на эти многие, да? То есть как-то с ними соотноситься А с другой стороны, он должен быть одним, потому что он отделен И проблема, которая постоянно возникала, и которая не может решить диалог Она состоит в том, каким образом вот это одно и многое соотносится в Эйдес Как я говорил, на самом деле, было здесь много гипотез Но для того, чтобы вот эту схему как-то решить На самом деле надо сам Эйдес разграбить, да? Смотрите, другого решения никакого не возможно Противоречие, оно так и останется противоречием Если вот здесь мы в Эйдесах-то допускаем вот эту вот неразличенность Чувственно воспринимаемых Эйдесов И Эйдесов мысленных Пока вот здесь вот эта неразличенность присутствует, мы ничего сделать не сможем И поэтому решение состоит в том, и это решение существует у Аристотеля И я, собственно, думал, что переход от Платона к Эйдесу в том состоит Что Аристотель предложил как бы вот эти Эйдесы развивать на роды и виды Роды и виды Тогда, если бы это были роды и виды, то получалось бы, что у нас вот этот самый Эйдес Он является многим в смысле видов И одним в смысле родов То есть наше противоречие, оно бы разошлось Собственно, как бы сами Эйдесы бы разошлись на два уровня На уровень родов и уровень видов И у Аристотеля это... Они разошлись с тем способом, что у Аристотеля есть первая сущность Во-первых, он опять же для того, чтобы развести их, использует термин сущности Это тоже будет важно, да? Эта первая сущность как раз это виды, да? Вот конкретные виды, конкретные Единичные, можно сказать, виды А есть как бы виды родов, да? А второе... Есть вторая сущность Вторая сущность И вторая сущность касается как раз родов И видов родов То есть вторая сущность То, что мы сейчас бы сказали, общие понятия Общие понятия Ну, например, первая сущность Это, например, Сократ, да? Конкретный человек А вторая сущность, это просто человек Или живое существо, да? Некие понятия И вот если мы вот это вот различаем То тогда у нас такой проблемы соотношения не возникает Потому что, вот если вспомнить, опять же Когда я говорил про мышление Там мысль, она как бы над Является над чем? Надо всем парить, да? И в некотором отношении, на самом деле Вот эти вот наши понятия Они всегда как бы над находятся, да? Они на другом уровне находятся Нельзя их как бы ставить на один уровень Нельзя вот их вот чувственное Воспринимаемое и мысленное Ставить на один уровень Их надо различать Если мы их различаем Вот вторая сущность Вот здесь же мышление находится, да? Мышление А здесь вот первая сущность Она дана как бы в восприятии Вот эта вот первая сущность Есть то нашего То-ти-эн-эй-эй-эй Да? Который мне говорил Определенность То есть проблема решается На самом деле Введением родов и видов И мы думаем, что Я подумал, что Платон этого не понимает И вдруг на самом деле Я читаю Я просто взял текст Парменида Во-первых, мы читаем вначале Что когда Сократ Возражает Зенону Когда он высказывает О том, каким образом Одно и то же могло бы быть И многим, и единым Просто потому, что она приобщается К различным элисам То он говорит Пусть как-то докажет, что единое Взятое само по себе Есть многое И с другой стороны, что Многое само по себе Есть единое Вот тогда я выскажу изумление И по отношению ко всему другому Дело обстоит так же Если бы было показано Что роды и виды Причем роды и виды Это вот генос и эбес Как бы В буквальном смысле В тексте именно так Испытывают сами по себе Эти противоположные состояния То есть иначе говоря Изначальная постановка Сократа Она немного сложнее Чем та, которая нами изображена Которая изображена не только нами Но и в самом тексте Парменида То есть которая изображена самим Платон То есть на самом деле Речь числа должна была бы идти О родах и видах Но почему-то об этом речи нет Но в конце Когда все затруднения были высказаны И когда Сократ впал Как бы в такую Замешательство Да, и непонятно Как быть теперь с философией Опять же считаем Вот Парменид опять же Объясняет Сократ После того, как он высказал Идею о том, что Божественная сфера И сфера человеческая Они разъединены Как бы и божественные нами Непознаваемые И боги не могут познавать Человеческое Пишется Такие возражения Кажутся основательными А высказывающего их Это говорит Применит Как мы недавно сказали Перебюдить Необычайно трудно И надо быть Исключительно даровитым Чтобы понять Что существует Некий род Каждой вещи И сущность Сама по себе А еще более удивительный Нужен для того Чтобы доискаться До всего этого Обстоятельно Разобраться во всем И разъяснить другому Иначе говоря Решение на самом деле Есть Вот оно самое решение Некий род Каждой вещи Вот то о чем я говорил И сущность Сама по себе И вот она Сущность У арестователя Первая сущность И вторая сущность Я это воспринимаю На самом деле Тем способом Что Как я понимаю Здесь То что говорит Платон Что Платон Просто был аристократ И как любил Об аристократах Говорить Ницше Что как бы Неприлично На самом деле Все как бы Объяснять А вот это вот Стремление все объяснить Это какая-то Плебейская Стремление Потому что Как бы Аристократы В том числе Аристократы Духа Они стремятся Дать как бы Некую Изначальную постановку Вопрос И Дают возможность Как вот у Ницше Я не зря Как бы указываю Ницше Потому что Ницше Говорил о том Что надо Все таки Неприлично Как бы все поговорить Пусть как бы Читатель Ну Ницше обращается к нам Сам подумает Пусть у него останется Хоть что-то Чтобы он мог бы сам Домыслить Чтобы как бы Явилось для него Его личным открытием То есть как бы Почему Ницше писал Афоризм Потому что в афоризмах Проглядывается Вот эта вот идея Что дать возможность Слушателю Читателю Самому Немножко быть философом Немножко мыслить дальше Дать возможность Ему как бы Соучаствовать В мысли автора Мне кажется В Платону Происходит Та же самая ситуация Что Платон Как аристократ Он просто Ему Ну Не пристало Как бы Сообщать Все вот так Он ввел Некую саму Задачу И показал Что решение Есть И вот оно Как бы решение Оно здесь Проглядывается В терминах Причем как бы Сущности Род Все указано И все это Мы находим Аристотель Аристотель Был учеником Платона Как бы И понятное дело Что то что он То что он Излагал В виде своего Философского учения Оно на самом деле Опирается на Философию Платона И в принципе Мы как бы Так же Из некоторых источников Можем опираться На то что Платон действительно Было экзотерическое И эзотерическое Учение Но не в том смысле Что как бы Платон презирал Черня А просто в том Аристократическом смысле Что Платон Может быть Как бы Давал возможность Читателю Этих вот диалогов Да как бы Вот Не знаю То ли присоединиться К Академии Платона Для того чтобы Все таки Эту идею дальше Разрабатывать То ли самому Домыслить Да может быть То есть Некое поле Для личной деятельности Но тут еще Как бы Есть еще одна Вещь Что В одном месте Парменид говорит Что Не подобает О некоторых вещах Еще не подобает Говорить Вот например Как Парменид отвечает Когда его просят Выполнить упражнение Связанное С диалетикой Одного и многого Он говорит Если бы нас здесь Было побольше То не нужно было бы И просить Потому что Не след говорить Об этом При многих Ну потом Как бы Такая Хитрая Я бы сказал Там Аристократическая уловка Чтобы Как бы Смягчить тему Да еще Человеку В преклонном возрасте Ведь большинство Не понимает Что без Всестороннего И обстоятельного Разыскания И даже Заблуждения Невозможно Уразуметь Истину Вот То самое Заблуждение На которое Указывает Платон Это вот Те самые Гипотезы Которые Не приводят Ничему Но тем не менее Они важны Для того Чтобы выйти На эту последнюю Гипотезу Связанную С родами и видами Она как бы Задана В начале диалога Постановка Вопроса Сократа В процессе диалога Она Ее как бы Нет И она Возникает В конце Как ответ Который Надо Уразуметь Который Мы должны Сами догадаться То есть Мы сами Должны Выстроить Причем Этот путь Как говорит Сам Платон Очень сложный Но если взять Философию Аристотеля То мы видим Что на самом деле Это разделение На сущности И вообще Все Произведения Например Взять категория Достаточно Сложное Философское Произведение Которое требует Своего Отдельного Разыскания Ну и как бы И то что Здесь опять же Проявляется Аристократичность Что Платон Не хочет Говорить Об этом Среди многих Потому что Обнаружение Этих родов И видов Оно возникает Как различие Мышления И Чувственного Это была Своего рода Как в неком Новом Открытии И это Новое Открытие Оно Потом дальше Как бы Философия Аристотеля Она дальше Дальше Все больше Развивалась У Аристотеля Мы уже Находим Что как бы Чувственно Воспринимаемое И мысленное Оно уже Постоянно Различается И как бы Мы уже Видим Не просто Идеи А на самом деле Разнообразные Категории То есть Весь Понятийный Аппарат В той форме Которую Мы на самом деле Которую На самом деле Пользуемся До сих пор Которую Можно было Взять на вооружение Даже сейчас Но может быть Но мы не будем Дальше двигаться По диалогу Как бы Для нас Было важно Выяснить Прежде всего Вопрос Касающийся Теории Идей И теперь Если мы Если выражать Теорию Платона В том виде Как она видится Исходя из наших Рассуждений То получается Что идеи Идеи Это Роды Сущего Роды Сущего Или как там Роды Каждой вещи А эйдосы Ну я говорил о том Что идея Это Определенный род Эйдосы Потому что В рассуждении У нас эйдосы Были и Относились К чувствному Воспринимаемому И к мысленному Но если теперь Можно было бы Их разделить То и эйдосы Отнести К неким Видам Это образы Образы Чувственные То есть Идея Теорода Сущего Это То что Общие Понятия А Образы Образы Чувственного Это Как бы Ну если Брать Терминологию Аристотеля Это Форма вещей Потому что Форма Это Вот есть Некое Очертание Вещей Правда Там Не так Все просто У Аристотеля Есть Как бы Тоже Такое Двоение Между тем Что Форма Понимается Только Как Пространственное Очертание Вещей И Форма Понимается Так же Как Сущность Которая Воплощена В материи Но это Мы потом Разбираться Когда Перейдем К Аристотелю Вот Такая Такая А идея Причем Как бы Вот эти Роды Сущего Тем не менее Благодаря тому Что Как я говорил Логике Парменида Что Мысль Поскольку Идея Роды Сущего И идеи Мы мыслим Мы идеи Доступ К идеям Мы Через мышление То есть Мы мыслим Мыслим Идеи И согласно Тому Что Быть и мыслить Одно и то же Согласно Пармениду То отсюда Следует Что эти идеи Некие Сущие Идеи И эти Сущие Идеи Силу того Что они Роды Эти Роды Представляют С собой Нечто Сущее Некие Сущие Роды И отсюда Возникает Представление О том Что в космосе Есть Образы Чувствования Формы Вещей Но можно было Просто сказать Вещи И у них Есть образы И с другой стороны Есть идеи Роды Сущего Идеи И собственно Это соотношение Вещей И идей То есть Только теперь Не в самом Диалоге В самом Диалоге О таком Соотношении Речь Не идет Только теперь Уже возникает Когда мы понимаем Различие Идеи И вещи Это чувства Воспринимаемые А идеи Мыслимые Причем Как бы Еще раз говорю Что мыслить И быть Одно и то же Для Парменида И для Платона По крайней мере В этом диалоге Я пока Не буду Другие диалоги Ссылаться Вот пока В этом диалоге Быть и мыслить Одно и то же И диалог Называется Парменид И посвящен Обсуждению И своего рода Критике Диалога Парменида И собственно Вот Окончание Этого диалога Состоит в том Что некий Есть Идея Некие роды Сущего Сущие Роды Сущего То есть Существующие Роды Ну вот Такова На самом деле Непростая Надо признать Философия Платона И мне здесь Хочется заметить Что Многие Исследователи Платона Почему-то Пытается Платона Рассматривать Как своего рода Недофилософа То есть Они говорят о том Что тексты Платона Непонятны Что они Запутаны Что термины Нету Строгих Терминов У многих Авторов Эйдес и Иди Это просто Одно и то же Но это можно Осудить Даже по переводу Который у нас есть Там собственно Разные термины Они переведены Одним и тем же словом И более того Начинают говорить Какую-то Несуразицу Связанную с тем Что платоновские тексты Это некие открытые тексты И каждый человек Который изучает Платона Каждый исследователь Он на самом деле Находит своего Платона Как будто бы Дело идет Не о мыслителе А уж О каком-то писателе Так можно сказать Конечно о писателе Допустим О Достоевском Или там Какой-нибудь драматурге Сафокля Изучающий Этих писателей То есть пытающийся Основываться На письменных текстах Исследователи Да конечно же Будут каждый раз В зависимости от контекста Находить некие новые смыслы Да И каждый раз Новый текст Просто будет порождать Как бы новые Новые тексты Связанные с предыдущими Да То есть как бы На основе Изначальной Некой пролиферации текста Изначального подхода Когда текст Вкладывается В некий новый контекст Но если речь идет о мыслителе То как бы Все-таки предполагается Что мысль Это нечто вечное Предполагается Что то что мыслит Оно базируется на логике А логика Она не зависит От этих Каких-то контекстуальных Подстановок Да И казалось бы Как бы мысль Она должна сама себя Обосновывать Она не требует Даже текста Да Конечно же Мысль должна быть Изложена в неком тексте То тем не менее Мысль Она должна Видеться Она должна быть Логичной И последовательной Я просто этим Своим докладом Просто показал Что носиться к Платону Как недофилософу Как своего рода Какому-то драматургу И писателю Нельзя Платон Это настоящий философ Его логика В тексте Применена Совершенно Последовательно И он выбирает Все Логические То есть Делит понятия И двигается В своих логических Гипотезах Совершенно Последовательно Соблюдая строгую Логику Он вычерпывает Все возможности Тем не менее Одну возможность Оставляет Он о ней не говорит Но он Ее не разбирает Но тем не менее Он ее высказывает И эту возможность Мы потом можем Домыслить Используя Философию Аристотеля Когда я говорил О том Что все-таки Используя Роды И каждые Вещи И понятия Сущности Можно эту проблему Разрешить То есть Платон нам дает Возможность Самим Додумать Что здесь Можно было бы Сказать И я все-таки Настаиваю Что И во всех других Текстах Платона Если Пытливый Исследователь Изучает Как бы Именно мысль Платона А не пытается Не пытается Любоваться Красотами Текста Не пытается Исследовать Какие-то Особенности Его Эстетики И прочее Если он занимается Собственно Философской стороной Он делает Он всегда найдет Эту Ясную Четкую Мысль Недаром Платон является Учителем Аристотеля Мы знаем Что Аристотель Был создателем Первой логики Именно он Положил конец Всякого рода Софизму Именно Аристотель Как бы После Аристотеля Мы уже не наблюдаем Что есть Какие-то Софисты Почему Потому что Его Его логика Его Две аналитики Они просто Положили конец Всем этим Нарушениям Логики Всем этим Возможности Откуда это взялось Но видимо Школа Платона Была достаточно Сильной школой В философском отношении В том числе И в отношении логики Для того чтобы Выйти оттуда И создать Эти аналитики Не говоря уже О других произведениях В виде категорий Или метафизики Во многом И мы еще К этому подойдем Когда будем Обсуждать критику Аристотелем И учения Об идеях Во многом Аристотель Просто является Продолжателем Дела Платона Я бы даже сказал Что он является Даже платонистом Он просто Некоторые идеи Связаны Сущими идеями Он просто Мыслит иначе У него возникает Место сущих идей Ведь у Платона Существуют сущие идеи А у Аристотеля Возникает ум Ну или первое Двигатель Во-первых Ум человеческий А во-вторых Ум космический И то что идеи Существуют в уме Не просто так Существуют они Непонятно как В космосе А в уме Идеи В уме Вот это как бы На самом деле Большая мысль Нам сейчас кажется Это чем-то Как бы очевидно Но для Платона Например Это еще не очевидно У него идеи Размещаются в душе Помните мы говорили Что мысли в душе Мысли не находятся в душе Мысли находятся в уме Платон говорит Потому что в душе Потому что в душе Находятся как раз Образы Образы Находятся Переживания Душа Это порядок На самом деле другой И когда мы говорили Об одном Космосе Как раз То что Душа Это одна часть А вот ум То что называется Миром идей Он существует в уме Миром И вот это кстати Рассуждение Паременида О том Что быть и мысли Это одно и то же А тоже События и мышления Оно характерно Для античности Мне кажется Для всей античности И вся античность Будет говорить о том Что если мы мыслим Нечто только мыслимое Что такое Нечто мыслимое Только мыслимое Это то что Не постигается Нами с помощью Ощущения Есть чистые мысли То есть красота Справедливое Добро Подобное И прочее Это вот такие аспекты Которые мы не можем В ощущениях Взять Ну или категории Если уже брать Аристотеля И двигаться дальше Общие понятия В ощущениях нет Мы только мыслим Поскольку мы их только мыслим То есть согласно Изначальному Теизису Тоже события и мышления Будете мыслить одно и то же Все это является Сущими идеями У Платона пока Этот вопрос Остается не решенным Что это значит Сущие идеи А у Аристотеля Это решается В пользу ума И уже у него Платоников Как бы ум Становится Ну Идеей Важной составляющей Космоса То есть Есть некий ум Да И в этом уме Есть вот эти вот идеи Мир идей Ну как бы мы сейчас Уже переходим К Аристотелю Я думаю Я думаю что На сегодня Хватит Спасибо Спасибо